Старка, пучики. Старка, пучики. Коллеги, всем привет. Мы делаем то, чего не делали очень давно. Мы делаем интервью с замечательными людьми. Интервью замечательных людей. Почти с ЖЗЛ. С нами Александр Горный. Человек, который... Привет, Саша. Человек, который, с одной стороны, не нуждается в представлениях, а с другой стороны, а почему бы и не представить его? Я знаю его довольно-таки давно. У нас даже с ним когда-то был... Он до сих пор даже числится с членом совета директоров моего инкубатора Happy Farm. И о нем остались у кучи народа просто потрясающе классные воспоминания. Поэтому он от славы не отвертится. Саша, расскажи, пожалуйста, для тех странных людей, которые вдруг почему-то, может быть, не знают, кто ты. Расскажи, пожалуйста, про себя. Потому что ты прошел безумно интересный путь и вообще безумно интересный человек. У тебя каналы свои и так далее. Игорь, привет. Большое спасибо за приглашение. Очень рад побывать на твоем канале и пообщаться так удаленно с твоими зрителями. Про себя. Я очень старый, очень долго работал в Mail.ru, занимался самыми разными вещами, там уходил-приходил. Но где-то года с 15-го начал в Mail.ru, нет, даже с 13-го, начал в Mail.ru искать, какие бы стартапы купить, что бы запустить, вот каких бизнесов нам не хватает. Назывался, начиная с какой-то момента, директор по стратегии и анализу. Самые большие сделки, в которых я участвовал, это мы купили Delivery Club, мы купили Заку-Заку, мы купили Geekbrains, мы запустили Бибкар, мы запустили, как это все давно было, как я все это уже забываю. И последняя сделка, в которой я участвовал, это мы приинвестировали в Ситимобил, и как часть инвестиций я отправился работать внутрь Ситимобила. Потом я решил, что хватит вести корпоративную карьеру, как бы совсем везде уволился, и сейчас занимаюсь двумя собственными продуктами. Первый продукт – это мой стартап, прям классический стартап, рост, инвестиции, раунды, все вот это. МО – мобильное приложение для медитации сна. Второй проект – это не стартап, это площадка для стартапов. United Investors – это место, где стартапы и инвесторы встречаются для того, чтобы одни в других инвестировали. Мы целимся на такие самые ранние стадии, считаем, что мы должны быть первыми после Friends and Family, чтобы всем было удобно получать инвестиции у нас. Каша пропускает. Friends and Family назвал, но Плюс не назвал. Правильная расшифровка третьего «Ф» – это founders. Добрый ты человек, Каша. Да, извини. Вот, что-то я говорю-говорю-говорю про себя. И последнее, что может быть важно обо мне, у меня есть довольно популярный блог, называется «Стартап дня», где я пишу о каких-то новых стартапах, разбираю их бизнес-модели. Больше всего он популярный в Телеграме, но есть на других площадках. И еще у меня есть Ютуб-канал. Вот, все. И на этом я про себя все рассказал. А мы тут внизу сделаем ссылочки. Тут будет ссылка и на Телеграм-канал, и на Ютуб-канал. Если вы вдруг еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Вот. Мы очень любим, мы – это котики, стартап-котики, которые, собственно, вам и приносят Александра. Вот. Мы очень любим, мы смотрим, и всем вам очень советуем. Там куча всего очень интересного, и ты очень четко разбираешь. Знаешь, мне кажется, разница вот между тем, что пишешь ты и там, и публикуешь, и тем, что говорят другие, ты очень тщательно к этому относишься. Вот, мне кажется, основная часть народа, включая меня, мы очень так быстро и поверхностно такое заскочил, пиу-пиу-пиу, и убежал. У нас же проигрыш есть, такой котик, или кот такой стоит с пестиками, и написано пиу-пиу, мадапакас. Ну, спасибо, я очень рад. Комплимент. Комплимент. Вот, слушайте, друзья мои, ну, спасибо, во-первых, Александру за то, что он пришел к нам. Во-вторых, давайте попытаемся максимально активно использовать. Он даже не знает, какие вопросы я ему буду задавать, и мы его сейчас как бы, то, что в Америке называют пырен на спад, поставить в такой фонаре света. Слушай, ну вот главный самый вопрос, который есть, мы там несколько нас, стартап-котиков, почитали, посмотрели, и подготовили несколько вопросов. Главный вопрос, наверное, который есть, как бы пырен на спад, первый раз, дальше продолжим. Как ты думаешь, какие вещи, вот с твоей точки зрения, человека, который о технологиях забыл больше, чем многие когда-нибудь узнают, что делает, какие признаки вот для тебя, когда ты видишь стартап, что для них делает, что для тебя, я дислексик, потому что кофе-ка еще утром не дает, что для тебя делает стартап потенциально очень успешным, а что, наоборот, признаки того, что, блин, вот это у них не то, и вот то у них не то. Вот что думаешь, Александр? Знаешь, вот есть такой самый большой признак, который отличает, ну, прямо процентов 95 неудачных стартапов от 5%, где встречаются удачные, неудачные разные. Но вот за пределами этого признака удачных не бывает. Чтобы стать удачными, надо начать что-то делать. Вот есть огромное количество стартаперов в душе, которые ничего не сделали. И я прям гарантирую, у них ничего не получится. Рекрасные цитаты. Саш, мы это, если ты не против, сделаем таким этим постером. Дарю. Не-не, там на нем ты будешь. Поэтому как бы все это, копирайд будет соблюден. Слушай, очень здорово. А что для тебя, наоборот, с обратной стороны, вот признак, что вот ты с ребятами пообщался, такой, блин, вот эти точно получатся? Знаешь, вот банально. Если оно растет, то, скорее всего, да. То есть вот, ну, нет ничего прекраснее, чем график роста выручки. Ну, правда. Хочется что-то такое сказать, не банальное, но, блин. Согласен. Согласен с тобой абсолютно. Но если перевернуть стол, я тут тоже буду немножко участвовать. Если перевернуть доску, вернее. Нет, столы хочется переворачивать сюда. Если перевернуть доску, и ты бы мне задал тот же самый вопрос, я думаю, что ответ был бы более-менее тот же самый, да. И ужасно приятно, что мы в этом смысле единомышленники, потому что, да, кривая розпорта, ребята, как бы это главное. Кто бы к вам на любом этапе, с кем бы вы ни общались, черт с ними, с инвесторами. Потенциальные партнеры, пресса, потенциальные покупатели вашего стартапа в итоге, или там IPO, все будут смотреть на дно, все будут смотреть на розпорта. Все остальные вещи, это все неважно. В истории уже мало помнится подробностей Утерлоу, ну, вообще мало кто, наверное, расскажет, но более-менее кто в школе хорошо учился, знает, что Наполеон проиграл. Поэтому там неважно, что я проиграл, ну, сорян. Да, там, Блюхер подошел, да, там, то не совпало, это не совпало, конница никуда пошла. Не важно, проиграл. Вот та же фигня и с ростом. Рост есть? Классно. Роста нет? Неклассно. Все объяснения фигня. Слушай, а вот оборотная такая сторона. Есть же два мира, так совсем условно говоря, такой светлый мир. Стартапы, предприниматели, люди мечты, романтики. И такой, ну, скажем так, темный мир, которому я вот уже 12, наверное, лет более-менее принадлежу. Мир инвесторов, таких-таких-то дядь в костюмах, иногда в галстуках еще даже, ну, уже почти в Америке уже никогда. Вот. Которые там сидят с умными мордами протокольными, что-то такое говорят, ну, не, не светит, не, там, не пойдет. Вот тебе денежка, а тебе денежку не дадим. Вот как бы такой темный, условно говоря, мир инвесторов. И такой светлый, предпринимательский. Ты человек, который, поправь меня, ты во многом как бы такой над этими мирами паришь, нет, Саша? Как ты себя больше просмотришь? Слушай, я вот вообще не очень вижу этого разделения на два мира. То есть, ну, есть же история, что очень много успешных инвесторов вышли из успешных предпринимателей. Но, господи, вот самый популярный, известный российский инвестор – это Мильнер. Он же был гендиректором Mail.ru. Он же вот, ну, он же тоже оттуда. Он же тоже не родился с деньгами в кармане. Поэтому, мне кажется, это все очень часто одни и те же люди, которые мыслят примерно одинаково. Иногда меняются местами буквально, скажем так, за месяц или год. Наверное, я больше предприниматель, ну, то есть, да, совершенно точно, я больше времени не трачу на свои предпринимательские активности, чем на инвестиции в другие проекты, ну, сто процентов. Слушай, ужасно приятно такой очень небинарный ответ получить от человека, который бинарного кода, наверное, написал миллионы строчек. Давайте в этом забудем. Это было давно. О драконах ни слова. Слушай, а вот вопрос, который, наверное, ну, наверное, самый интересный. Ты довольно давно, серьезно, уже очень давно пишешь обзоры стартапов и очень детально разбираешь, и очень детально разбираешь их не только так, вот, как обычно, виси поверхностно разбирают, типа, вот растет, вот потенциально купят, вот большой рынок и так далее. А именно разбираешь их с точки зрения того, как работает продукт, какие технологии, продукты и так далее. Как ты видишь, вот, что происходит сейчас? Вот мы сейчас, поскольку видео будет в записи, надеюсь, на долгие годы, мы сейчас в весне 2021 года, потом вернемся и посмотрим, насколько Сашины предсказания были в районе. Как ты видишь, что поменялось вот за последний, ну, где-то так примерно плюс-минус год, и что ты ожидаешь, какие будут неожиданные для вот нас, для тебя, для меня, какие вещи будут происходить в ближайшие там месяцы, год, два, три, что произойдет на антик, технологически, продуктово, со стартапами? Слушай, за последний год случилась такая интересная штука. Появилась новая болезнь, о которой никто раньше не слышал. Люди начали ходить в масках, появилась удаленная работа. Прямо, я не знаю, как ты это пропустил, но вот прям много всего случилось. Забыл, как называется? Я тут сижу с бранцузкой, ничего не могу сделать. Как это называется на Кэ? Вот я забыл. Кажется, что больше, ну, ничего, прям вот на этом фоне вообще ничего не было за последний год, и я надеюсь, что за следующий год ничего на этом фоне не появится. Но мне кажется, что вообще год – это такая плохая перспектива для наших разговоров. Ну, вот стартап, он же, ну, 7-10 лет до выхода живет. И вот в перспективе 7-10 лет, мне кажется, есть важные штуки, которые происходят. Очень важная штука – это искусственный интеллект. Ну, вот прям вот за эти 7-10 лет машина стала умнее человека в очень широком спектре задач. И, как бы, вообще говоря, это означает, что мы все там с тобой безработные. Вот даже инвестиционные решения машина научится принимать лучше, чем мы с тобой. И что с этим делать, в общем, никто не знает. Ну, то есть сейчас, наверное, надо зарабатывать, потому что, ну, сделать такую машину, и все хорошо. Но что с этим делать глобально, чем заниматься, ну, вообще никто не знает, и это сложно. И тут стартапы, 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 стартапы. Вторая штука, где стартапы, стартапы – это то, что люди стали богатыми, и от этого у них появилось очень много новых потребностей из-за того, что они богатые. Они не хотят дома убираться, не хотят дома готовить. У них болит голова, им, значит, надо, чтобы кто-то успокаивал, утешал, давал выплакаться во что-то, в платочек. Ну, не знаю, во что-то выплакаться. То есть вот новые потребности глобально богатых людей, они очень важны. И, ну, люди везде богатеют, но мы живем, ну, не просто кардинально лучше, чем наши родители. Но это же представить себе нельзя, насколько лучше. И третья штука, о которой хочется вспомнить, поговорить – это то, что транзакции стали дешевле практически любые. И вот вся эта автоматизация, это все сильно упростило. И, соответственно, стало проще все, что угодно делить. Но там жен, слава богу, еще не делят, но вот там отпуск, автомобиль, сотрудника – все это стало очень просто делить. И везде, где был раньше вот такой контракт один раз и навсегда, и надолго, сейчас вот там пять минут покатался на чужом автомобиле, потом, значит, пожил в чужой квартире и там вместе с кем-то использовал одного и того же курьера, чтобы он, значит, принес нам пятерым пять разных заказов. И тут тоже стартапщики, стартапщики, стартапщики. Вот, мне кажется, три главных тренда, но они, конечно, не про один год. Один год только вот эта болезнь дурацкая, я забыл, как называется. Ну, я с тобой абсолютно согласен, конечно, перспектива, она всегда… В перспективе такая штука философская, ужасно интересная, ребят, когда смотришь вперед, то ты смотришь, поскольку, очевидно, эволюционно нашим предкам не нужен был вот этот взгляд на годы вперед, больше взгляд должен был, типа, там, есть ли что поесть на завтра, ну и там, на сколько-то дней вперед. Вот, поэтому вот у нас эта линза такая вот вдаль, ее нет, просто эволюционно не создали. И не то, что там понять специальную теорию относительности или там какие-то вещи, которые Гейзенберг выдумывал насчет того, что принцип, да, принцип uncertainty principle, я не знаю, как по-разному, принцип неопределенности, да, вот. А человек не приспособлен даже для совершенно простых таких вещей каких-то, вот. И поэтому нам очень тяжело перспективу увидеть. Вот, если можно, Саша, давай я тебя немножко на философскую тему отверну, поскольку ты человек эрудированный. Прости за очередной комплимент, но, как бы, я же тебе и вопросы задаю сложные, поэтому я компенсирую тем, что тебе приятные слова говорю. Вот, скажи, пожалуйста, я глубоко с тобой согласен по поводу роботизации, и более того, мне кажется, вот, первое, два вопроса, первый вопрос. Пока достаточно далеко искусственный интеллект, прости, что я назвал его роботизацией, автоматизация, скажем так, автоматизация, искусственный интеллект, дошли достаточно далеко в том, что по-английски называется single purpose intelligence, то есть там способность машины играть в шахматы, все. Ну, например, там Deep Blue, который, да простит нас, Гарри Кимович, его, ну, там, хотя он против этого, считай, что мухлевали, люди подсказывали, там, и так далее, но неважно, но победила она его все равно, вот. Но предложить ей же, например, там, я не знаю, обучиться и попытаться там сделать какие-то элементарные человеческие задачи, я думаю, будет очень-очень сложно, потому что у нее только single purpose intelligence. И вот что ты думаешь по поводу того, что AI, искусственный интеллект, движется все больше и больше к тому, что, ну, он не будет такой, как бы, ubiquitous intelligent, то есть вот как человек, и кофе способен сделать, и с Сашей Горном поговорить, это я себя рекламировал, вот. Не все способны с Александром Горном поговорить. Вот. А как бы, по крайней мере, интеллект, который будет способен делать несколько совершенно таких необязательно связанных друг с другом вещей, то есть и пропылесосить, как ты правильно сказал, дома, и заказать в магазине там свежие овощи, фрукты в холодильник, и оплатить доставку, и там, почитать твои финансы, заплатить налоги. Вот что ты думаешь вот с этим, вот такой вот multi-purpose intelligence? Насколько это на горизонте? Или это такой, Айзек Азимов? Слушай, я не думаю, что вот появится робот вот в стиле Азимова, который будет вот это все делать. Но мне кажется, это и не очень важно. То есть, ну, в экономическом смысле самое главное, что мы делаем на работе. А на работе мы все очень близки к этому single purpose. Ну, то есть, вот самый страшный пример – это какой-нибудь кассир, который, ну, вообще же одно и то же делает. Но даже если его не брать, ну, даже вот, блин… Ну, врач, например, Саш, вот врач. Давай рассмотрим врача. Ухо-горлонос. Горлонос – это еще долго. Ну, то есть, это тоже такое… Каниколог, я не знаю. Не-не-не, про врачи это долго. Там, смотри, там же две проблемы. Первое – они делают сложные вещи, которых никто не разбирается. То есть, ну, по-хорошему очень часто он не знает, что надо давать, и рискует. И, наверное, легко научить… Ну, легко, но можно научить компьютер давать таблеточки не хуже, чем этот дух и горлонос. Но беда вот в чем. Люди нормально умирают от того, что им прописывают не те лекарства. Это печально, но это случается. Есть какая-то статистика, я ее не знаю. Все к этому спокойно относятся. Ты представь, какой будет шум и катастрофа, когда робот медицинский кому-то даст не ту таблеточку, и кто-то умрет. Один человек. Не тысяча, а один. Это же… Все закроют. Прости, пожалуйста, мы ведь уже как… Извини, если посередине мысли тебя перебиваю, но мы же как бы немножечко прошли уже этот этап, потому что уже, так сказать, роботы, уже как бы AI, да, Теслы, в которых включен вот этот недоавтопилот, уже как бы убили людей. То есть уже вот впервые человечество дошло до того, что вот, как сказать, такой заголовок в газете «AI убил человека» – это не вранье. И как-то ничего. Не, ну вот это же прям очень хороший пример. Сейчас все эти автопилоты вводят гораздо лучше среднего, чем человек. Бесконечно лучше. Уже бесконечно лучше. И тем не менее, где они? Разрешите мне, значит, не на таксиста ехать, а на автопилоте. Я им доверяю больше. Ну, реально я доверяю. Мне спокойнее сесть в машину с автопилотом, чем с этим таксистом. Но мне это запрещено. Ровно по той причине, что… А вдруг он еще кого-то убьет. Но прикол, на самом деле, который знаешь ты, огромное количество наших слушателей и зрителей, но я на всякий случай проговорю. А мы же летаем на автопилоте. Все же знают, что коммерческие авиалайнеры огромнейшее количество времени летят на автопилоте. Ну, ты попробуй убери из кабина пилота, вот чтобы… Нет, согласен. Но на протяжении долгих часов те из нас, кто особенно там трансплантический трансплассивный летают, вот просто человек включает автопилот, сидит вот так за штурвалом. Рук на штурвале нет. Вот это как бы сенсация. Друзья мои, роботы вас уже через океаны переночат. Причем я так понимаю, что уже и сажать иногда сажают. И, насколько я понимаю, сажают лучше, чем люди, потому что куча там же очень много всяких таких вещей, которые ты должен принять в внимание. И они гораздо лучше принимают в внимание эти вещи, чем человек. Ну да, естественно, пока с человеком. Ну то есть, Саш, а вот… Или я тебя прорываю на незаконченной мысли? Нет, я закончил. Я просто хочу немножко еще дальше это все в сторону чуть-чуть философии свернуть, а потом вернемся к стартапам. Вот такая штука эта интересная, о которой мы сейчас стали говорить по поводу AI. Ведь еще что ужасно интересно, мне кажется, это то, что… Я вначале стал об этом говорить, что эволюционно, и тут уже мой историк во мне по образованию три раза включается, эволюционно мы же сформировались за нескольких миллионов лет каменного века. И я уже говорил о том, что наши мозги, вообще наш интеллект и так далее, он для многих вещей не приспособлен. Но что очень интересно, что и с моральной точки зрения, вот то, о чем сейчас Александр говорит, насчет того, что вроде бы робот действительно и водит лучше, и летает лучше уже в каких-то single-purpose intelligence tasks, мы могли бы доверять. Но мы как-то почему, как общество, не как Александр Игорь, а вот как общество, мы почему-то не доверяем. А вот не кажется ли тебе, что очень многие наши так называемые моральные… Американцы так будут делать такие кавычки… Так называемые моральные взгляды на какие-то вещи, что они стремительно будут меняться. Ну, и я не хочу тебя ставить как бы в дурацкое положение и вспоминать насчет того, что меняться с женами у всех проблемы в этой связи. Но это так, скорее как прикол, чтобы пока тут не начнут злобные комментарии писать. Вот. А больше как-то смотри, какие-то вещи, которые нам кажутся, не то, что казались, окажутся какими-то типа дикими и страшными. Ну, например, Universal Basic Income. Я не знаю, как это по-русски звучит. Безусловно, базовый… Безусловный базовый доход. Да. Ну, по-английски очень легко. Да, UBI. Вот. Эта идея, уверен, что все знают, но если вдруг там 1% зрителей в танке, это как бы идея, что просто часть народа при той автоматизации, о которой Александр и я сейчас говорим, она просто останется без работы. Ну, нафига нужен вот этот разносчик пиццы или человек, который моет посуду и больше ничего не делает. Ну, неужели робот не может там помыть посуду, пропылесосить, там, почистить ресторан, туалет помыть и так далее. Что с этими людьми делать? Вот я не нахожу… Мне не хочется платить еще больше налогов, но я пока ответа не нахожу. Я не верю. Я не знаю, может быть, ты веришь. Я не верю в то, что человек, который крутил баранку-грузовика на протяжении 30 лет, и в школе, там, не то, что бином Ньютона, логарифмическое уравнение решить будет не способен. Как этот человек будет делать что бы то ни было чуть-чуть более интеллектуально, я не понимаю. И тогда есть две возможности. Вот скажи, Саша, как ты это рассматриваешь? Одна возможность, ну, я извиняюсь, какое-то там усыпление, но на это никто не пойдет, не в фашистской части живем. А вторая возможность – это человек жить как-то хочет. Вот что делать? Смотри, у меня есть пример, который уже один раз случился. 200 лет назад появились машины, которые лучше людей делали физическую работу, прялки, ткацкие станки и все такое, и были тот же самый вопрос. Вот есть эти ткачи, теперь они не нужны, значит, все делает вместо них машина, а ткачу умирать. Ну, тогда люди были пожестче, тогда никаких базовых доходов не предполагалось. А лудиты громили эти станки, ну, вот ровно из тех соображений, что либо они, либо мы. Но потом как-то устаканилось. Появились разносчики пиццы, появились венчурные инвесторы, появились, значит, грузоперевозчики, ну, много всяких профессий появилось. И, ну, невозможно объяснить лудитам, что вот ваши дети будут официантами, стартаперами, венчурными инвесторами. Ноу, они не знали таких слов. Ну, просто концепция не уложилась бы. Даже если кто-то из них вот все предсказал правильно, он бы не смог объяснить ничего подобного. Я надеюсь, что и у нас как-то что-то такое придумается. Мы не можем это представить, потому что, ну, это нас сильно превосходит. Но что-то такое будет. Вот какой-то новый виток, вот деятельность, вот какая-то шире, чем этот сингл-пирпес, найдется для всех. Я вот в это верю, потому что уже один раз такое случалось. Это очень слабый аргумент, но я в него верю. При этом, даже если он случится, он случится не скоро. То есть, 200 лет прошло с лудизма. У нас самих проблемы будут. И я, кстати, не думаю, что базовый доход их решит, но прям вот у нас, у наших детей будут очень серьезные проблемы из-за этого. А в луке чуть-чуть. У нас это не будут, потому что они будут умненькие, и хорошо будут учиться. А вот дети разносчиков пиццы, я не знаю, прости, что тебе бывает. Я вот боюсь, ты недооцениваешь проблему. Я боюсь, что даже у нас будут. Окей, может быть. Ну, дай бог, слушай. Извини, Саша, я тебе опять приду. Да нет, я все сказал. Очень тяжело будет. Ну, слушай, я с тобой соглашусь в той части, что действительно слабый дом. Это то, что по-английски называется копалок. Я не знаю, как по-русски это перевести, когда, типа, там, человек, типа, там, какой-то, ну, типа, как-то отбивается от мухи, а не пытается поймать. Можно я еще все-таки в ту сторону один разок еще раз спрошу? Ну, вот смотри, вот давай прям конкретно. Водитель грузовика, он всю жизнь, в школе он учился, может, и вообще не учился. Он очень смутно что-то такое помнит. Когда, пример вот про тех людей, которые были погонщиками мулов, стали там работать кондукторами в электричках и проверять билеты, это не значит, что они какие-то плохие люди. Ну, не всем удалось, не все выиграли в эволюционной лотереи, в генетическом, не все выиграли там такой интеллект, как у Александра Горного, или там хороших родителей, хорошую школу, и так далее. Кто-то вырос где-то в жутком месте, где учителя вообще лыка не вязали, где мама с папой вообще совершенно не заботились о ребенке с низким IQ, и так далее, и так далее. Не значит, что он какой-то плохой человек, но не повезло человеку. Но мне все-таки кажется, что вот тот пример, который ты привел, да, действительно, была автоматизация, но эта автоматизация не выводила полностью человека во что-то, где он совершенно не нужен, не было никаких, то есть прогресс не идет по вот такой какой-то прогрессу, вот так-так, потом, ну, там, я не знаю, ядерная энергетика, например, да, это не было такой вот дрова, уголь, нефть, ядерная энергетика, дрова, уголь, нефть, ядерная энергетика просто в небо совершенно по производству энергии, просто в дикое небо. И мне все-таки кажется, что если там те люди, которые сидели там в этот челнок, как называлось, такую штучку, проводили между прядями, для того, чтобы что-нибудь соткать, и огромная часть из них потеряла работу, нашлось большое количество других работ для них, там, зажигать фонари на улицах, там, подметать эти улицы лучше, там, больше, больше увеличилось количество официантов, увеличилось количество прислуги и так далее. А мы идем к тому времени, когда вот будет настолько резкий скачок и куча профессий, я согласен с тобой, конечно, до докторов, там, юристов еще далеко, хотя, тоже вопрос большой. Вот, но куча профессий, там, водитель, чистильщик, доставщик, там, и так далее, совсем-совсем просты, которыми, ну, в Америке просто десятки миллионов людей занимаются тем, что просто садятся на велосипеды, что-то поставляют, или там, на мотоцикл, или там, что-то моют, или с баранкой автомобиля, если продавить, что-то посидят. Вот, скоро я не смогу понять, в чем делать. Ты прав, что нам сложно увидеть это время, но я все-таки схожу к тому, что хотим мы или не хотим, страшную вещь скажу, но с социализмом придется мириться. Я не думаю, что это случится с щелчком. Вот ты привел пример с ядерной энергетикой. Вот, еще несколько лет назад уголь был главным источником энергии в мире. Может быть, еще остается, а может быть, газ уже стал номером один. То есть, ядерную энергетику изобрели-то изобрели, и она какой-то там кусок отожрала, но уголь с тех пор еще 50 лет, а следующим станет газ, а не энергия. Не будут в один день уволены все водители грузовиков. Это какое-то время, которое как-то это сдемпфирует. Количество курьеров еще вообще будет расти. Но это не роботы, ты думаешь, будут? Уже ведь роботы есть? Через 20 лет, через 50 лет, да. Но вот я прям готов поставить, что через 7 лет количество курьеров будет больше, чем в этот момент. Через 7 лет, Саши, ставки делать не будем, но приходите еще в 7 лет, Саши, сделаем обязательно. Ну, я надеюсь, да, это все. Да. Потом, конечно, придут роботы, роверы все, но пока мы будем больше доставлять, пока курьеров будет нужно больше. Потом еще что-то придумается, ну, не знаю, станет модным, чтобы какие-то поделки ручные продавались. Причем, станет модным, что не обязательно они хорошие, а вот если они плохие, так это вообще хорошо. И все будут делать какие-то ручные поделки. Оптимизм. Оптимизм. Я тебе пришлю, какие картины рисуют роботы, я думал, ты сам видел. Там такой вообще улет, там такой вообще кайф, что человек... Это же будет... Ну, смотри, искусственные бриллианты лучше настоящих уже там давным-давно. Настоящим бриллиантом это плохо не стало. Ну, может, просто у нас, потому что психология еще старая, может быть, эти Gen Z, как они себя называют, Generation Z, может, они уже по-другому смотрят. Вот я, знаешь, с детьми, когда говоришь, и совершенно понимаешь, что наши ценности, там, владения, там, какого-то накопления, там, накопления каких-то знаний, даже, к сожалению, они для них, у них вот ценность experiential. Вот они друг к другу хвалятся, где кто был, кто что умеет, а вот там, у кого там какая-то там машина крутая, вообще. Слушай, ну, очень разумные вещи, я, как бы, интересный, может быть, отдельный вообще, кстати говоря, разговор на эту тему, оно, как бы, чтобы очень сильно не совпадить в эту сторону. Давай вернемся все-таки к стартапам. Вот скажи, пожалуйста, к стартапам и инвесторам, вот скажи, пожалуйста, согласен ли ты с таким, я тут стараюсь больше не интервью делать, а такой разговор. мой взгляд на то, что происходит со стартапами с инвестициями, он, конечно, абсолютно не похож на какие-то такие упрощенческие взгляды, что вот, ой, это все заговор, есть хитрые чуваки, они там хитро договорились, там хитро, как вот то, что Чемаф у нас тут такой везде этим проводит, что типа вот есть хитрая венчурная мафия, она там договорилась с Facebook, с Google и прочее, мне кажется, примитивно довольно, очень бинарно. Но с моей точки зрения вся система, вся экосистема стартапов и инвесторов работает безумно нерационально. Решения принимаются зачастую инвесторами иррациональными, инвесторы считают себя огромными знатоками того, во что инвестируют, это абсолютно не так, инвесторы дико поверхностные, стартаперы тратят дикое количество времени, абсолютно нерационально, на поиски инвестиций, огромное количество решений, например, по найму людей в стартапе, по движению в какие-то направления, по бизнес-моделям, по каналам Customer Physicians принимаются не на основе рационального расчета, и тут мы к искусственному интеллекту возвращаемся, а на основе того, что ну вот я кого-то знаю, вот я с кем-то познакомился, и я про себя в том числе говорю, у меня есть какой-то опыт, вот я уже это делал раньше, значит я буду это делать и впредь. Вот не кажется ли тебе, что мы находимся где-то достаточно близко к грани, за которой вот вся эта экосистема стартаперская, венчурная будет меняться, и если кажется, что ты думаешь, вот что бы ты в ней изменил, ведь ты же очень активен в ней, и в какую сторону ты бы хотел, чтобы она двигалась? Смотри, я вот полностью согласен с описанием проблемы, я не думаю, что мы близки к какой-то грани, я думаю, что будет становиться только хуже и больше, ну ты помнишь, мы лет пять назад, четыре года назад смеялись над софтбанком, вот как бы софтбанк там вливает миллиарды в какую-то ерунду, и какой бред это вообще, сейчас же софтбанк практически ушел, а раунды только увеличились, то есть вот мы смеялись над этими сумасшедшими, а сейчас, по нынешние времена, эти сумасшедшие, они бы смотрелись совершенно в норме рынка, вот оно, и будет только хуже, то есть кажется, что это потому, что деньги дешевые, и это позволяет их тратить крайне неэффективно, а когда деньги подорожают, ну я не знаю, это не стартаперская история, в другом кабинете решается, другой заговор, не мой, а пока там так, тут так, и только хуже. А вторая часть моего бесконечно плохо сформулированного вопроса, что бы ты поменял в этой системе? Ты знаешь, наверное ничего, я прям глубоко верю в рынок, очень глубоко, и вот если рынок так сложился без регулирования, значит регулирование сделает ему хуже, если я придумаю какой-то умный закон, то этот закон все испортит, потому что он как бы регулирует, вот поэтому все сделал как есть. Вау, слушай, удивил меня ты, я как раз абсолютно был уверен, потому что у меня, просто меня только спроси, я столько всего вижу, мне кажется ужасный decision making у инвесторов, просто жуткий. Катастрофический. Да, да, мне кажется, что невероятно тупые деньги, просто невероятно тупые деньги приходят, то есть приходят какие-то, как наш друг Игорь Мацанюк их называет, лесорубы, это ни в коем случае, ребята, не обидите кого-то, люди, которые там рубят лес замечательно и чудесно, или там шахтеры и так далее, просто как бы это немножко не их бизнес, если мне дать бензопилу и сказать идеи, ну или там организуй, это я уж прикалываюсь, конечно, организуй там, например, доставку леса, вообще все, бизнес разорится, я думаю, ну пока я не научусь чему-то, я, конечно, попытаюсь найти умных людей, но это будет очень тяжелый процесс. Приходит огромное количество очень-очень глупых денег, которые не понимают, что к чему, которые слушают хайпы и фигачивают, огромное количество денег, которые умные, абсолютно уверенные вот в своей непогрешимости, гениальности и хреначат, огромные деньги, вот как Матсауши Сан, которого мы с тобой упоминали, Софтбанк, в какие-то вещи, которые, ну просто, ну камон, ну там вложить миллиарды долларов во время разговора, там в Uber, в WeWork, просто вот подписав на iPad, ну как бы да, это прикольная история, но, ребят, ну камон, ну это же просто несерьезно. А та же самая фигня про ангелов, то есть люди, которые зачастую очень умные, очень классные, отлично понимают там какое-нибудь свое дело, приходят, слушают вот такого блестящего, вот как меня, вот такого болтуна, типа, ой, так классно рассказал, ой, такая презентация замечательная, вот тебе полмиллиона долларов, и как бы это никуда, это песок, а стартап, которые там умные, классные, отличные ребята, поднимают деньги, молодцы, надо двигаться вперед, надо расти, вместо того, чтобы сесть и системно продумать, какие у нас, как у нас работает бизнес-модель, правильный ли бизнес-модель, какие другие бизнес-модели возможны, какие у нас каналы приобретения клиентов, что делать с этими каналами, что можно попробовать нового, они исходят, ну вот будучи инсайдером в куче компаний, там 90 с лишним процентов решений исходят из того, кого я знаю, что я знаю, что у нас до сих пор работало, ну это просто... Слушай, ну это же рынок, то есть если они все такие неэффективные, то давай ты сделаешь стартап, который всех их снесет, потому что ты знаешь, как это лучше делать. Делаю стартап, котики. Вот, ну то есть когда вот заменят все остальные компании мира, потому что во всех остальных компаний в мире все неправильно работают, тогда это... Разумно, Саша мне шпильку вставил, согласен с ней. Я тут подумал, что на самом деле я бы одну штуку, может быть, ввел. Больше прозрачности. Но вот есть сек, которые требуют от биржевых компаний определенного уровня прозрачности. Он не очень большой, но вот есть какая-то... Что-то, что положено рассказывать. Может быть, надо потребовать от фондов, кстати, больше, чем от стартапов, прозрачности по тому, что у них происходит. А вот сколько вы вернули деньги инвесторам? Абсолютно. И очень горячо с тобой согласен. И вот если действительно меня бы спросить... Забавно, кстати, мы с тобой не сговаривались. Если действительно меня спросить, а вот у тебя там, ты супер бог, вот какую вот один регуляцию, какую вот одну ты ввел, ровно ее, ровно по прозрачности. Давай мы перейдем. Я, кстати, хотел еще вот эту тему очень упомянуть. Она очень такой хороший сегвей, как в английском говорят, к этой теме появляется из прозрачности приватность. Вот давай я за минутку изложу свою позицию, очень интересно она будет послушать, что ты думаешь. У меня довольно парадоксальная, вот у меня довольно парадоксальная позиция по оружию, она такая смесь и либерального, и консервативного подхода. Я считаю, что абсолютно нормально гражданам иметь оружие, но должны быть безумно дикие, жесткие, очень сложные регуляции того, кто его может приобрести, какой тренинг должен человек пройти, психологический тот самый анализ, который нужно производить, какой-то анализ того, что с человеком происходит и так далее. То есть общество должно очень активно это регулировать, с одной стороны, либерально, но с другой стороны, консервативно, абсолютно граждане должны иметь право на оружие, но при соблюдении большого количества очень сложных вещей, тренинг, психологический анализ, подача анкеты, прохождение какого-то времени между покупкой и продажей, регуляция того, что, как ты покупаешь и так далее. И вот у меня такой же взгляд на приватность. Мне кажется, что мы очень сильно молимся вот этому слову, вот, privacy, privacy, вот, прямо privacy, но с одной стороны. А с другой стороны, ну, потому что мы не замечаем, мы постоянно там постим фоточки, логинимся где-то, ходим с телефонами, которые указывают, где мы находимся, там, какие-то публикуем у себя там вещи, как когда у нас день рождения и прочее, которые достаточно такая сенситивная довольно-таки информация. Но вот, с моей точки зрения, наивной, мне кажется, что мы такое стричо вот этого поколения, как Саша упомянул, что мы очень старые, мне кажется, что мы свои фобии по поводу приватности очень сильно с одной стороны распространяем, типа, о боже, не дай бог узнают, там, не знаю, что у меня доход там такой-то и такой-то. или там, о боже, не дай бог узнают, что я там какой-то порно-сайт посиделил, узнает кто, не друзья мои, а там какой-то всесильный Microsoft. Но с другой стороны, я как раз, вот так же, как и с позицией по оружию, я как раз очень-очень напряженно отношусь ко всем Facebook, Microsoft, Google и же с ними, которые настолько жутко строят вот этот вот такой attention и targeting capitalism, когда они изучают не то, что они знают там, что Игорь Шайфот делает, а когда они могут на меня старгетировать и политически, и во всех остальных отношениях какие-то вещи, и мне не жалко, чтобы мне продавали правильный продукт, нет, совершенно нормально, вот, но мне жалко, что эти алгоритмы не ради зла, а ради выгоды рекламы и бизнеса стараются людей провоцировать, стараются людям дать, это не то, что Google этого хочет или Facebook, стараются людям дать какую-то информацию, которая их заведет, разводит их по разным углам, настраивают левых против правых, правых против левых и так далее, вот, что ты думаешь, прости за такую длинную речу, просто у меня это очень болезненная тема, приватности, алгоритмы, вот, что ты думаешь вообще насчет всего этого, насколько жутко и страшно, что вот эти вот огромные социальные сети и поисковики абсолютно, ну я не хочу Mail.ru тут упоминать, но как бы вскользь, он тоже за скобками, что они абсолютно четко располагают как бы информацию не конкретно об Александре Горном, а вот внутри когорт, они как бы на тебя таргетируют какие-то вещи, они провоцируют тебя на большую активность для того, чтобы больше было кликов, больше пейдж-вьюз и так далее, что ты думаешь про приватность и про алгоритмы соцсетей? Смотри, тут я бы прям очень сильно разделил, есть одна история про приватность, она очень сложная, прям по-настоящему сложная, и есть другая история про алгоритмы соцсетей, они тоже очень сложные, тоже по-настоящему сложные, и прям, ну это две разные истории, мне кажется, что то, как себя сейчас ведут IT-гиганты, это прям вызов всему остальному миру, и я прям уверен, что остальной мир выиграет у Фейсбука, Гугла, Майлру и Яндекса, вот, причем я не очень понимаю, как вот все будет сделано правильно, но вот то, что, ну вот буквально же инженер Фейсбука может выиграть американские выборы, ну то есть вот немножко подкрутил и, ну там, пару процентов сместить легко, вот вообще ничего не стоит, в России посложнее, но в России тоже влияет, кстати, у меня была шутка, я не вовремя сказал, но твоя позиция по оружию полностью реализована в России, все могут, но затрахаешься, пока сделаешь. В Россию, что ли, поехать? Слушай, а прости, пожалуйста, вот как бы затрахаешься сделать, но в моей позиции она очень сложная, мне кажется, что там ты обязан в ответ на то, что ты говоришь обществу, у меня очень сложное по оружию, позиция, что ты обязан в ответ на то, что ты обществу говоришь дайте мне возможность иметь смертельное оружие, я за это вам что-то, и мне кажется, ты должен за это каждые 6 месяцев проходить психологическую эвалидацию, приходить в тир и заниматься стрельбой, проходить, да, это все есть? Ты все прям написал российские законы. Вау, слушай, нифига себе, впечатлен, я погуглю, вау, круто, очень круто, очень круто. Причем, ну, никто в России не считает, что это круто, но... Ну, просто, когда ты живешь в Америке, а там, я думаю, все знают, что в Америке оружие просто вообще дикое, совершенно ужасное, нереальное количество, купить его очень легко, легальное совершенно, не в подворотне. Есть штаты такие либеральные, где это гораздо-гораздо сложнее, есть штаты такие как бы красные, как у нас тут говорят, консервативные, где просто ты зашел в магазин, ну, там, есть процедура, заполнен, какую-то, ну, это все фигня, и просто купил себе прям автомат с подствольником, там, ну, это вообще, это просто там обвешивался оружием, это вообще просто нереально, вот эти вот все фильмы, да, это вот так, ты просто в Техасе конкретно, ну, не только в Техасе, просто нормально приезжаешь в магазин, там, берешь автомат, там, какой-то патроник, там, есть какая-то процедура, она такая смешная, а уж то, что у нас называется такие ган-шоу, то есть такая конференция, там вообще просто ID показал, там, заполнил, взял, с автоматом поехал, просто жить, я не знаю, и точно так же жуть, конечно, сказать, что там человек какой-нибудь, ладно, я там живу в центре Сан-Франциско, но человек, который там живет, и там мне сказать, там, все, забираем у тебя оружие, а другое дело, что человек живет где-то в избушке, где там кто угодно может приехать и так далее, и сказать ему, забираем оружие, мне кажется, дебилизм полный. Про приватность. Да. Криватности не будет, ну, то есть, ну, вот все эти попытки сказать сюда, кликни, что ты согласен со всеми куками, но это какой-то, ну, прям вот вообще абсурд. У меня есть там пара вещей, которых я не хочу, ну, я очень открытый, вот все про меня все знают, есть пара вещей, которые я не хочу, чтобы никто не знал, я прям очень слежу за тем, чтобы оно вот никуда не попало, там новый логин, новый пароль, все вот это. При этом, как бы время от времени я понимаю, что вот, блин, здесь я смешал, и если сделать так, сделать так, и сделать так, то вот оно все найдется. Пока я понимаю, что, скорее всего, товарищ майор, я не настолько интересен, и вот он этого не сделает, а случайно оно не всплывет. Но понятно, что там через 10 лет, когда технологии будут чуть получше, когда баз данных чуть побольше, все это будет происходить автоматически, никаких тайн уже не будет, все будет прям в одном месте. И как бы хочется, ну, как бы этому раскрыться и не париться. С другой стороны, вот я буквально вчера, позавчера читал пост в Фейсбуке. Одному знакомому, точнее, автор поста, его матери, звонит, звонит его голос, и с его интонациями говорит, мама, я в больнице, там что-то случилось, насылает деньги срочно. Голос его. И, ну, мама там что-то сделала, ну, как попалась для этих мошенников. Технологии позволяют. И когда вот нет приватности, но технологии позволяют сделать в масштабе. И что с этим делать, ну, тоже непонятно. Слушай, ну, я вообще, блин, опять еще один, у нас с тобой в разговоре несколько интересных, давай, может, вернемся к этой теме еще через какое-то время, потому что несколько интересных тем, которые я бы глубже обсудил, но у нас несколько минут всего. Я очень бы все-таки обсудил с тобой, как с человеком, который был один из принципиально главных людей в одном из самых больших нетворков, с тобой как раз очень интересно было бы обсудить, например, вот эту тему. Я все-таки считаю, что они очень связаны с приватностью, по которой я дико вообще такой считаю, что вот только ты сказал, да, есть пара вещей, которые я бы защитил, остальные, блин, какая мне разница, там информация, какое вино я предпочитаю, там какие города я люблю, там и прочее, да, но для меня опасность как раз все-таки является, вот заключается, вернее, как раз в том, что есть социальные сети, у них есть алгоритмы, которые служат их интересом, attention capitalism, attention extraction, я не знаю, как сказать, выжимание внимания, капитализм, выжимание внимания, и забирание внимания, и мне не страшно, что мне там продают какой-то сыр или какое-нибудь вино, которое я люблю, спасибо за это как раз, все правильно, но мне жутко, что людям, скажем, грубо совсем говоря, левых убеждений постоянно подсовывают, какие плохие, правые, какой ужасный капитализм, там и так далее, и так далее, а людям правых убеждений постоянно подсовывают, какие ужасные, левые и так далее, происходит, но я упрощаю сейчас, вот эта вот жуткая бинарность разведения, что евреям надо убивать арабов, арабам надо убивать евреев, она ведет просто к страшным вещам, и соцсеть это делает не потому, что она злобная, там не сидит Маркс Даккерберг, не кусает локти, думает, ой, и там когти, давайте еще вот настроим там демократов против республиканцев, но как бы это лучше для соцсети, чтобы была агрессивная дискуссия, чтобы люди там активно кучковались, писали протесты и так далее, больше пейджвьюз, больше энгейджмент, там и так далее, и так далее, но это жутко для человечества, мне кажется, потому что, казалось бы, мы столько создали знаний, казалось бы, мы такие интересные, я вот там с Сашей готов еще 10 часов говорить, мне кажется, но он не выдержит, или я не выдержу. А это когда мы начнем, нашим утром или вашим утром? Ну, я готов и твоим утром. Вот, и это очень грустно для меня, что человечество создает столько всего интеллектуального, интересного и столько технологий, и они используются не то, что какой-то злой Гитлер там сидит где-то, Гитлер-Закерберг, вот, а из-за того, что у нас вот бизнес-модель такая колоссальная, многомиллиардная, всех этих там углов, фейсбуков, это attention extraction и такой attention selling capitalism, из-за этого получается, что мы углубляемся, что мы все становимся членами таких маленьких бандочек, ненавидящих друг друга и не желающих слышать вообще ничего, что другие нам говорят, и вот, мне кажется, вот это жуть, и это ведет к какому-то злу. Да, знаешь, насущая фиговая планета, вот прям худшая из тех, что я в детка это был. Ну, вот, ну, что с ним делать? Но, смотри, даже вот есть фейсбук, ладно, на фейсбуке это происходит, ну, действительно, потому что инженеры фейсбука так запрограммировали, они могут запрограммировать по-другому. Но, посмотри, ютуб, вот, там люди гораздо свободнее выбирают, чем смотреть. Тем не менее, даже на ютубе люди кучкуются, люди, как бы, ну, они сами хотят, ну, то есть, если я не люблю арабов, я начинаю смотреть канал, где не любят арабов. Ну, ну, как дальше? Ну, рецепты есть, и много очень умных людей, там, Тристан Харрис, например, есть такой, который очень много таких, бывший сотрудник, который очень много таких рецептов говорит. Вот, ты упомянул ютуб, да, и в ютубе абсолютно верно, ты все совершенно правильно говоришь, но в ютубе есть свой алгоритм, в ютубе, я уверен, что ты знаешь, это гораздо лучше, чем меня, поскольку ты этим занимался в очень большой сети, вот то, что у них называется, я забыл, как это термин, когда тебе подсказывают, как бы, другие видео, да, и вот то, что ты бесконечно, как бы, сидишь там в ютубе, engagement просто нереальный, то есть, зайдя в ютуб, сидит там просто вообще до умопомрачения, и вот этот вот алгоритм подсказывания, что и как, он не настроен, он его, как бы, основа того, чтобы попытаться, чтобы человек максимально большое количество времени просидел, максимально большое количество комментариев сделал, потому что ему на комментарии ответят, он опять вернется, он опять будет смотреть, и там будет то, что по-русски называется изящным словом срач, вот, это все будет классно идти, и прекрасно знают инженеры гугла, занимающиеся алгоритмом ютуба, и там фейсбука, и прочего, что если это будет разговор, ах, вот, Рахманинов в этом месте хотел показать свою, там, то-то и то-то, то не будет никто там бежать среди ночи, вставать и фигачить, нет, Рахманинов не хотел там показать, но если ты напишешь, типа там, ну, какие-то, не буду сейчас говорить вещи, там, не знаю, все арабы, сволочи, всех мусульман надо вырезать, там, и так далее, и так далее, вот, то вот тут вот начнется такой классный срач, и тебе нужно вот подставлять вот эти видео, и ты будешь участником этого срача, поэтому, мне кажется, очень легко придумать, ну, как бы сложно, но относительно легко придумать то, чтобы создать регуляции, такие же регуляции, которые не позволяют гуглу демонстрировать, как бы, зная, что человеку 13 лет, демонстрировать этому человеку порнуху, которые не позволяют мне с автоматом, купить автомат в Техасе, и просто ходить по улицам, там, вот с заряженным автоматом, вот так вот, наводя их на людей, казалось бы, моя свобода, но она должна быть ограничена, и мне кажется, что точно так же должны быть ограничены алгоритмы, и должен быть какой-то алгоритм, что если человек делает поиск, как взорвать бомбу в Тель-Авиве, то должно не Аль-Джазира попасться, ой, извиняюсь, Аль-Джазира как раз нормальный, сори, не там какая-нибудь проповедь жуткого какого-нибудь шейха, который говорит, всех евреев повзрываем, там, все сволочи, там, косамы делаются, вот так и вот так, а что-то такое, что алгоритм, знаешь, довольно умеренное, где сидят евреи и арабы, вместе обсуждают, говорят, ребята, давайте вот придумаем такое решение, вот такое, ну, то есть, мне кажется, вот это как раз то, где должна быть какая-то регуляция, нет? Ну, смотри, каналы террористов, в общем, более-менее запрещены, проблема, наверное, все-таки не в них, проблема, ну, в каких-то цивилизованных людях, которых нельзя запретить, но вот, кто-то рассказывает, что арабы лучше всех, кто-то рассказывает, что евреи лучше всех, и если он это рассказывает именно в терминах, что они лучше, ну, это запретить нельзя, и нельзя запретить, и, если кто-то ищет, вбивает в пояс, какие арабы молодцы, запретить ему попадать на этот канал, ну, невозможно. Абсолютно, и никто не предлагает, я имею в виду, иметь алгоритм, который не настроен на то, чтобы максимальный срач был, максимальная вот такая поляризация, а делать рэнкинг, ранжирование тех передач, которые более умеренно, там, той же Аль-Джазиры, на которой бывают совершенно нормальные дискуссии, там, израильтян с саудитами. смотри, опять Россия. Вот, в России сделали такой рэнкинг, и на первом канале, на втором канале есть вполне умеренные передачи, которые рассказывают о том, что все, в общем, более-менее нормально, не надо никуда бежать, никакой экстремизм не нужен, все более-менее хорошо. Абсолютно, ну, такие, о внешней политике мы не будем говорить, но во внутренней политике вполне такие сбалансированные, спокойные, нормальные. Что на это отвечает нормальный российский потребитель? Нормальный российский потребитель говорит, что телевизор это отстой, я пойду в YouTube, где мне скажут правду матку о том, что все катится в терроры, надо, значит, спасать, брать автомат, все на митинг, все, значит, против митинга, ну, вот там, где по-настоящему, а там какая-то скука на этом телеке, говорит нормальный потребитель. Бытие определяет создание. Ты говоришь, что на YouTube, давайте, значит, уберем вот с первого экрана всех там экстремистов и поставим что-нибудь спокойненькое, Рахманиного, там, еще что-нибудь. Ну, так я же блистаю до того, где по-настоящему жесткач. Ну, не хочу, ну, то есть, это же не проблема YouTube, что никто не хочет смотреть этих умеренных. Ну, этот человек хочет смотреть экстремалу. Да. Слушай, ну, это ужасно интересная тема, и у меня очень много чего, я себя изо всех сил сдерживаю, потому что куча всего хочется ответить и поспорить, но мы, час пролетел вот так, Саша, спасибо тебе огромное. час пролетел. Спасибо тебе, было ужасно интересно, мы с тобой несколько таких тем интересных. Ты не против? Давай через какое-то время вернемся еще. Мне дико понравилось. Да, только давай хоть немножко о стартапах, а то мы как-то вот о философии, о политике, обороны. Согласен. Согласен, согласен. Мы в следующий раз, друзья мои, будем прям конкретно, мы насобираем, это как бы наш пробный такой шар с Александром. Вот, спасибо тебе огромное, мы прям конкретно вопросов от вас насобираем, потому что у меня на самом деле много всего, но просто, слушай, ну интересно с умным, мы в карантине, интересно с умным человеком поговорить. Взаимно, взаимно. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Тебе огромное спасибо. Это был Александр Горн и Игорь Шайфот в Стартап Котиках. Вот, на этом всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok